Добрый день, уважаемые наши зрители. Сегодня мы, как обещали, пригласили уже известных вам персонажей, они уже теперь вдвоем, и Эрик, и... Здравствуйте. Да. Ну и тогда давайте мы с вами поговорим в завершении наших разговоров о том, что же происходит здесь и сейчас, какие изменения вы ощущали у Рафика за последнюю неделю, что вы видите, меняется ли что-то. Кто начнет, кому первое слово. Давай, говори. В каждый день мы видим разницу. С каждым днем все лучше и лучше. Он, наверное, уже на все 100% понимает, не, наверное, а точно. Это нас очень радует. Намного послушнее. Вчера уже перепрыгивал через ступени, если он до этого... А поясни, почему для тебя это важно? Ну, раньше он ползал до приезда сюда. Он ползал, он боялся. Если я держалась за руку, он поднимался. А если я отпускала, он сразу же на четвереньке и так ползал. И подниматься, и спускаться он не мог. А сейчас он уже и перепрыгивает через ступеньки. Это для нас... То есть практически бегом. Да. Он все начинает превращать в игру. Ему это нравится. До этого он прыгал только с помощью нас. Мы должны были его уговаривать вместе с ним прыгать, чтобы ребенок попытался подпрыгнуть. А сейчас он сам встал, взялся за руки и давай прыгать после бега. Да, но все равно у него не получалось прыгать. Он все равно через ног как-то спускался, бегом спускался, а здесь он прыгал. Ребенок кардинально изменился за эту одну неделю. Ну, вот давайте, да, поподробнее, что, как говорится, что было, что стало вот именно сейчас. А ты такой же говорили и неделю назад. Нет, сейчас... Нет, по сравнению с тем, что было. Сейчас вот именно за последнюю неделю он очень сильно поменялся. Во-первых, у него взгляд очень сильно поменялся. Он все понимает. Любую просьбу он исполняет с первого раза. В общем, ему это... С удовольствием это делать? Ему это нравится или это как бы... Нет, он... Ну, вот нормально. Вот я попросил, что там... Пересесть. Он так посмотрел, хорошо. Встал, пересел аккуратно туда. Нужно что-то подать. Просто ребенок берет и подает. Любое действие, которое просишь у ребенка, он это и выполняет. Кстати, ты сейчас подтвердил снова наше наблюдение о том, что для эффективности действительного лечения в тошном отделе нужно не две недели, а три. Да, я только хотел это сказать. Как раз наступает вот этот перелом. По времени, да, сейчас, да, я объясню, о чем речь. То есть, вот мы с вами на три раза, как бы, третий раз встречаемся в общей сложности. И мы говорили об изменениях, причем вот давайте немножечко мы как бы вернемся и подумаем вот о чем. Скорость изменения. Первая неделя, вторая неделя, третья неделя. То есть, вот, стал меняться буквально с первого дня. Ну, вот я напомню, да, скажем так, если не ошибаюсь, поправьте. Но в течение первой недели изменения были, они, может быть, были такие глобальные, но они были достаточно медленно развивались. Вторая неделя как бы быстрее. И вот сейчас мы говорим о третьей неделе, вот то, что Давид сказал, последнее. Вот, и вот еще раз я акцентирую, это вы сказали о том, что изменения стали происходить очень быстро. Да, изменения форсировались. Вот, на третьей неделе, вот, реально, он очень активно стал. Вот это как бы... В отношениях очень активно стал. Теперь скажите, пожалуйста, вот его, как бы, его поведение именно в семье. То есть, мы с вами, я напомню, говорили о том, что до вашего приезда, он как бы, вот, до начала лечения, он, вот, был как бы, ну, как человек в себе, в какой-то, в раковине, в каком-то своем мире. А вот что сейчас по отношению к семье, к окружающим, к контактам его? То есть, вот, что вы можете сказать в планете изменения? Ну, значит, то, что я вижу. Раньше, если он, ну, раньше, до приезда сюда, все равно было видно, что ребенок своеобразный, какой-то другой. Сейчас он просто не разговаривает, и все. А так он, ребенок, нормально. И он уже начинает разговаривать. Вот, я тут хочу сказать. И разговаривает, извините, я перебью, и разговаривает осознанно. Мы в тот раз ездили, впереди сидел дядя Женя, за рулем сидел дядя Андрей. Ездили куда? Ездили на реку Юрдан. Ну, вот мы к этому еще вернемся. К этому привыкли, да, мы ездили там, да, да. И вот Рафа сидел у меня на коленях. Неотъемлемая часть лечебной программы. Ну, да, очень хорошая часть. Да мы поговорим еще об этом, давайте закончим мысль по поводу Рафи и поговорим уже о том, что вот вы повидали. Так все-таки, ну вот он сидел и... Он сидел, он дотрагивается до Евгения, говорит, это дядя Женя. Я не расслышал, что он сказал, когда он показал на дяди Андрея. Потом он повернулся, затронулся до меня, говорит, это папа. Повернулся к маме. Он говорил что-то до приезда? Он говорил, но очень редко. Мы должны были слишком долго просить, чтобы... Да, нужно было умолять, вытягивать из вас какое-то слово. А когда мы начали общение, вот лечение через интернет, он говорил что-то? Ну, до лечения он не говорил вообще. Когда начали дистанционное лечение, то он в последнее время, он добавлял слова, но мы должны были слишком долго просить, минут 10-15, чтобы он что-то сказал. А сейчас он сам хочет, сам вдруг смотрит, говорит, это папа, это мама, это дядя Андрей. Да мы его научили здороваться, обращать внимание на людей. Буквально, вот фонтик, как он показывал, берется его голова, разворачивается в сторону. Человек, с которым надо поздороваться, надо его глазами посмотреть. Секреты лечения не раскрывают. Сегодня мы тренировались с ним, по-моему, если не ошибаюсь, в рукопожатии и так далее. То есть это не случайные изменения. Нет, это не случайные. Случайных изменений не может быть по определению, потому что уже как бы слишком много прошло времени и не было никаких изменений. И вот теперь вернемся вот к тому, о чем мы как бы уже прозвучало. Вот вы говорили о том, что вы куда-то ездили. Вы давайте все-таки, как не один раз мы говорили, что это неотъемлемая часть лечения. Вот. Расскажите, куда вы ездили, что это за места и как это на вас повлияло? Вот на вас, на каждого из вас, на семью, на детей. Вот. И повлияло ли вообще? Может, ну, там, посмотрели, там, я не знаю, красивые места, там, тепло и так далее. Или все-таки это сказалось как-то? Вот расскажите. Скажу честно, я всегда мечтала увидеть пустыню. А пожить там не мечтала? О чем? Пожить там. Пожить? Ну, наверное, я мечтала, но сейчас точно не мечтаю. Ну, попасть как-то к реке Иордан, я даже и думать не могла, что когда-нибудь я туда попаду. То, что мы увидели, я... Это очень сильно повлияло на наше мировоззрение. Ну, в каком плане? Ну, вот, что, оно повлияет, может, по-разному, может, там, ожесточить, может, разозлить, может, там, ну, не знаю. Нет. А все-таки, вот, как, как, что... Появляется духовное такое... Сейчас. Правильно. Новое измерение в жизни. Спокойствие духовное. Такое ощущение, как будто вот я заполнился всей вот этой энергетикой, и мне настолько спокойно, и так хорошо. И вот просто полный релакс, так скажем. И физически, и морально, и психологически, со всех сторон. То есть, можно ли считать, вот, ваше мнение, я об этом довольно часто спрашиваю, можно ли считать вот такие поездки частью лечения, частью вот работы центра? Естественно. А вот почему, вот, как, ну, да, мы к этому вернемся, и как дети, вот, у вас же двое, да, вот, как они себя вели, как восприняли все-таки это, ну, дорога, это тяжело, это новые впечатления, они могут как-то утомить, повлиять негативно, как они себя вели. На наше удивление дети вообще себя спокойно вели. Наш младший, он очень капризный, долго в машине сидеть не может. А здесь он просто спокойно, можно сказать, даже полпути он просто спал, он спокойно себя вел. Просто подконять немножко уже устанавливать. Ну, у нас, у нас маленький вообще такой прикольный вещь начал делать. Так, так как мы заходили в храм, а там акустика очень хорошая, как только он очущал вот эту акустику, он начинал петь. Начинал на своем, это, гагу, не знаю, что. Такое было раньше? Он гагу, и вот, пения не было. Вот это, по поводу, пения? Пения не было у него. Да, там он разговаривал и при своем. Он попал под раздачу, что ли. Ну и тоже изменения. Скажите, пожалуйста, вы... Наркадий, сначала, прошу прощения, интересный момент. У нас есть такая традиция, ну, говоря прямо, очень многие люди со всей, со всей концов планеты приезжают в Иерусалим ради одного. Прикоснуться к святыням. Некоторые, скажем так, особо избранные, они приезжают в Иерусалим специально для того, чтобы крестить детей. У нас тоже есть такая, возникла такая естественная традиция, что многие из тех, кто к нам приезжают, иногда неожиданно для самих себя вот это происходит, крещение детей. А вы знаете об этом? Да, конечно. У нас было вчера крещение, мы крестили нашего младшего сына на святой земле, в святом месте. Это... Это не передать слова. И вы уже не первый за последние. Да. У этого же священника. Да, 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 да. И... А насчет всего этого состояния, как оно влияет на детей и на родителей, когда попадаешь в такое место, происходит умиротворение. Человек успокаивается и приходит в себя, какой он должен быть, какой должен быть. За счет этого дети себя чувствуют спокойнее, дети... Семья сплачивается. Скажите, вы внутри Иордана побывали? Да, конечно. И как... Смотрите, довольно страшно. Во-первых, вода, во-вторых, глубоко, в-третьих, вот... Дети тоже... И как они себя вели? Как вот... Какие ощущения у них воздействуют? Возникло все-таки... Но Рафин мог испугаться, мог и плакать, это же все-таки... Погружение, да? Ну вот расскажите, это интересно. Это очень удивительно, потому что и младшие, и старшие они боятся погружения в воду. То есть, если вода попадает на лесу, у них идет паника. Здесь было все нормально. Причем мы кунались головой, как я... Полностью, да. Полностью. Вы это засняли это видео? Да, 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 да. Будь что вспомнить, да? А потом дети не хотели выходить с водой. Другая проблема у вас. Ну, понятно. Скажите, вот, ну, наверное, нам уже где-то подводим итоги. Вот такой вопрос. Вот, как бы, да, подведя итог вот этих трех недель здесь уже, скоро они заканчиваются. Вот, все когда-то заканчивается. Скажите, пожалуйста, не возникло или вот не сформировалось у вас мысль о том, что вот такое, такой приезд надо будет повторить? С большим удовольствием. То есть мы можем констатировать, что можно вас ждать там через какое-то время сюда. И вот момент, момент такой вопрос. Вот сейчас пока это, ну, как бы, формируется, вот, да, ваше желание. Скажите, у вас желание приехать сюда именно вот, как вы думаете, да, основной, основная цель это вот это лечение или это уже вот, как нам обычно приезжают, приезжают просто в гости. Вот, какие ваши ощущения, что будет основным критерием вашего следующего приезда? Честно говоря, мне кажется, что скорее всего в гости. Вот, мы приглашаем всех, вот, как говорится, да, на широком экране, мы вас приглашаем, чтобы вы приехали сюда уже не с проблемами для того, чтобы их лечить. Ну, конечно, мы, естественно, не останемся в стороне, естественно, коррекция, по-моему, поведение нужно всем абсолютно независимым от состояния, потому что у всех жизнь, проблемы, там, стрессы и так далее, и так далее. Но, вот, чтобы основным путеводной звездой, которая привела вас сюда, это было вот желание, ну, желание, может быть, встретиться, желание окунуться опять вот к святым местам, прикоснуться, желание, вот, может быть, ну, к тому времени, чем, как говорится, там, бог не шути, да, покрестить еще одному, следующего ребенка, если так все хорошо и в порядке, почему не продолжить укрепление семьи и рода, и так далее. Вот это мы вам желаем искренне и, в общем-то, ждем вас уже в гости сюда с хорошим настроением, с хорошими вот такими воспоминаниями, поэтому спасибо за то, что вы поделились с нами, поделились со зрителями впечатлениями, ну, и последняя, как всегда, традиционная, наверное, просьба, тем более, вы двое, вы можете сказать сейчас вот на весь мир ваши мысли, ваши пожелания, что вы хотите сказать слушателям, чисто вот так, вот, может быть, папам отдельно, может быть, мамам, а может быть, наоборот, вот, пожелания, пожалуйста, как говорится, эфир ваш, я ничего не комментирую, просто, вот, так сказать, свободное волеизъявление, что хотите сказать, пожелать, прошу. хочу поблагодарить Центру Бердавит, я очень благодарна всей команде, потому что, на самом деле, ребенок у меня вполне здоров, и, единственное, только с речью, но уже начинает говорить ребенок. Дальше уже заниматься и заниматься, да. Я, можно сказать, что здесь у меня ребенок заново родился, я очень благодарна, спасибо вам огромное. Спасибо всем, огромнейшее спасибо за такое волшебство, и я пожелаю всем родителям быть всегда вместе, верить, и работать над этим, и все будет хорошо. И осуществлять наш лозунг. Счастливые родители, это здоровый ребенок. Да. Хотя я неправильно сказала, наша семья заново родилась. Не только ребенок, но семья. Мы стараемся приложиться к этому некоторой семье. Потому что и у нас со здоровьем намного лучше, слава Богу. Ну вот, да, на этом тогда мы заканчиваем, пожелаем вам счастливой дороги, пожелаем вам внедрять ваши мысли, и надеемся на новые встречи на Святой Земле. Спасибо всем, удачи, здоровья, хорошего дня, говорится, до новых встреч. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова